Говорит Черкесск Здравствуйте в студии с новостным блоком «Умарти Киев». Коротко о некоторых темах. Более 100 миллионов рублей будет направлено в следующем году на реализацию молодежной политики в регионе. В Карачаево-Черкесии появятся 11 пунктов придорожного сервиса. В республике прошли мастер-классы для одаренных детей от мастеров искусств. В осенний каникулярный период школьники региона могут кататься на канатках Архыза за 100 рублей. Далее об этих и других темах подробнее. В поселке Романтик завершил свою работу межрегиональный молодежный форум «Межкультурный диалог». Основные темы площадки – межэтнические отношения, профилактика экстремизма в молодежной среде и вопросы сохранения разнообразия. Об этом рассказал министр Карачаево-Черкесии по делам национальностей, массовым коммуникациями печати Альберт Кумуков. Мы охватываем разное свое население, молодежи из разных социальных групп. А в частности, мы уже начали вовлекать в процесс и студентов, обучающихся в исламских учреждениях. Мы не разделяем светскую молодежь и религиозную молодежь. Все вместе реализовывают совместные проекты во благо наших республик. По результатам всероссийского конкурса «Регион для молодых», инициатором которого стало Федеральное агентство «Росмолодежь», 42 субъекта страны получат субсидии на развитие молодежной политики. В числе победителей – Карачаево-Черкесия. Подробности сообщил министр по делам молодежи Республики Ибрагим Татаркулов. Федеральным агентством по делам молодежи был организован и проведен конкурс для комплексного развития молодежной политики Российской Федерации «Регион для молодых», который со своей стороны позволит создать систему непрерывного сопровождения и поддержки молодых людей. По итогам данного конкурса Карачаево-Черкесская республика вошла в число победителей и выиграла субсидию в размере 57,2 миллионов рублей, что со своей стороны позволит сделать существенный вклад в дальнейшее эффективное развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесии и даст новые возможности для молодежи. В 2023 году на территории субъекта планируется открытие молодежного центра, в рамках которого будут реализованы актуальные для ребят мероприятия и площадки. Данное молодежное пространство позволит создать корпоративный университет, который включит в себя, центр обучения в среде легкой промышленности, который является актуальным для Карачаево-Черкесской республики, центр подготовки специалистов в сфере туризма, это гиды, экскурсоводы, инструкторы, что также, в свою очередь, не менее актуально для субъекта, чем первое направление деятельности центра. В честь Дня народного единства в рамках акции «Россия. Единая семья» региональное отделение «Единой России» отправит 50 подарочных наборов из Карачаево-Черкесии многодетным и нуждающимся семьям, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих в Магаданскую область. Семь из Карачаево-Черкесии, в свою очередь, получат наборы от коллег из Магаданской области. Акция «Россия. Единая семья» призвана объединить людей, живущих за тысячи километров друг от друга. Черкесский Магадан разделяет почти семь тысяч километров, но благодаря акции люди, живущие в разных часовых поясах, даже через такое огромное расстояние смогут почувствовать заботу и поддержку. Индивидуальные предприниматели с инвалидностью могут получить статус социального предприятия. Соответствующий закон принят Государственной Думой страны. Мера касается индивидуальных предпринимателей с инвалидностью без наемных работников и трудоустроивших хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан. В республике прошли мастер-классы для одаренных детей Карачаево-Черкесии от мастеров искусств. В частности, мастер-классы и дискуссии провели ведущие деятели искусства Юрий Богданов, профессор кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации и Сергей Чернышов, российский художник, преподаватель школы акварели Сергея Андреяки. Мероприятие состоялось на базе Центра дополнительного образования детей, где художник провел с ребятами практические занятия по живописи, акварелию в различных техниках. Кроме того, на базе Карачаево-Черкесского колледжа культуры и искусств имени Аслана Даурова прошел мастер-класс «Работа над фортепианной техникой и художественным образом». В шестой школе Черкеска прошел открытый урок среди учащихся 10-11 классов, приуроченный ко дню памяти жертв политических репрессий. Вместе с секретарем комиссии по канонизации святых Пятигорской епархии и Иреем Александром Гуриным педагоги школы рассказали детям о непростых страницах из истории нашего Отечества, репрессиях в отношении православного духовенства, казачества и многих народов России. Особенностью памятного мероприятия стали доклады старшеклассников, а также подготовленные ими стихи на тему репрессии, рассказывает священник Никольского собора Черкеска, отец Александр Гурин. На базе Центра образования номер 11 и средней школы номер 6 были проведены для детей открытые уроки. В них приняли участие старшие классы и средние классы. Детям было рассказано о непростом времени испытаний. Цель мероприятия – это воспитание патриотических чувств, это осознание того, что и трагические, и героические страницы прошлого нужно помнить. Это наша общая история, которую важно не забывать, чтобы эти трагические страницы не повторились в будущем, так как наши дети, они должны любить свою родину, они должны знать и положительные, и отрицательные стороны нашей истории 20 века. Город Черкесск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном Минстроя России. Об этом рассказал заместитель руководителя Центра «Мой бизнес» Ринат Хатуаев. Минстроя РФ объявил дополнительный набор конкурса малых городов в этом году, изменил условия участия, и сейчас в конкурсе могут участвовать города с населением от 100 до 200 тысяч человек, что позволяет городу Черкесску в этом году принять участие в таком конкурсе. Таким образом, уже Усть-Джигута в 2022 году выиграла, и Черкесск тоже может рассчитывать на победу. Мне кажется, это символично, учитывая, что сейчас идет столетие республики. Заявка, она практически закончена. Мы ее закрушаем в, скажем так, информационную систему конкурса, после чего будет приниматься решение конкурсной комиссии поддержать или не поддержать проект. На сегодня мы всю работу практически завершили. Проведена презентация жителям в эфире канала «Арфис-24» впрямо. Развитие финграмотности в регионах Северного Кавказа обсудили в Железноводске на окружной конференции «Повышение финансовой грамотности в СКФО. Тренды задачи перспективы». Карачаево-Черкесию на мероприятии представили заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаевой Черкесии Рауф Тугов и первозаместитель министра финансов Республики Марина Хубеева. На совещании, в частности, отметили существенные результаты работы отделения Банка России по Карачаевой Черкесии. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности регион находится в двадцатке лучших по стране и в лидерах в Северокавказском федеральном округе. Наряду с этим Карачаево-Черкесия активно реализует проект по финансовой культуре. Аудиолекции на национальных языках скоро будут доступны всем жителям республики. Комментирует информацию заместитель начальника Южного главного управления Банка России Александр Гостев. Регионы Северного Кавказа активно участвуют в проектах Банка России по финансовой грамотности. Например, в Ставрополье создали аудиолекции финансовой культуры, которые слушают по всей стране. Кстати, в некоторых регионах их перевели на национальные языки для удобства местных жителей. И такой формат очень востребован на Северном Кавказе. Школьники СКФО с удовольствием смотрят онлайн-уроки Банка России по финансовой грамотности. Так, по итогам весенней сессии этого года в проекте приняли участие около 70% школ, а всего их более 3 тысяч. Это лучший показатель в стране после Южного федерального округа. При этом Северный Кавказ активно наращивает работу по финансовому просвещению и с нашими партнерами. Сегодня мы подводим промежуточные итоги, обсуждаем совместные проекты. И такой диалог позволит усилить наше взаимодействие и масштабировать лучшие практики. 50 человек принимают участие в создании нового туристического маршрута в рамках первого передвижного форума «Кавказ.дом», проходящего на территории республики в эти дни при поддержке Министерства туризма и курортов. Спикерами площадки выступают проректор по молодежной политике Карачаева-Черкесского госуниверситета Расул Динаев и руководитель туристического центра «Айланда Тур» Ибрагим Узденов. Более подробно о форуме расскажет один из его организаторов Расул Динаев. Форум называется «Кавказ.дом». Пройдет он как начало зарождения нового туристического маршрута у нас в республике, так называемого храмового маршрута, который мы сейчас разрабатываем. Он стартует от Шуанинского храма и идет до Синтинского храма. Протяженность более 20 километров у маршрута и разные варианты будут там. Пеший, автомобильный и конный. Сейчас мы разрабатываем пеший маршрут и в нем задействовано в этом проекте 40 участников. Это получается 4 команды по 10 человек, между которыми будут и различные спортивные состязания. И в том числе они будут помогать в благоустройстве этого маршрута. Планируются ночевки на плато Дардон и Бурош-Сарты в палаточном лагере. Будет небольшая образовательная программа. В целом будет посвящено теме туризма в нашем регионе. В Карачаево-Черкесии впервые появятся пункты придорожного сервиса. При этом все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Их строительство стало возможным благодаря победе республики в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Пункты появятся до конца года вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам в Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джугуте, Кардоникской и в Сирен-Важном. Построенные объекты будут включать в себя пространство для отдыха, кофейни, супермаркеты, парковки и санитарно-техническую зону. В период осенних каникул школьники республики смогут кататься на канатках Архыза за 100 рублей. Акция введена курортом специально в школьный осенний каникулярный период с 29 октября по 6 ноября. Гондолы канатной дороги «Млечный путь» поднимут юных гостей на смотровую площадку южного склона на высоту 2240 метров. Билеты по данному тарифу «Пойдем гулять» можно приобрести в кассах, представив документ, подтверждающий возраст. В Красноярске прошли 17-е международные соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет на призы трехкратного чемпиона Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева. Копилку Карачаева-Черкесии пополнили Амаль Джендубай в весовой категории 60 кг, которому досталось первое место, и Амаль Кирейтов в весе 80 кг, он занял третье место. В масштабных состязаниях принимали участие более 300 спортсменов из Казахстана, Азербайджана, Монголии, Таджикистана и России. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Утром местами осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах снег и туман, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 9, в горах местами минус 1, плюс 4. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 9 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вознакомил Умарти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.